Изменилось отношение к дистантному образованию. Исчезла иллюзия, что дистантное образование – это экономичный вариант обучения студентов. На самом деле это очень дорого, это очень сложно, но иногда это оказывается единственный возможный путь, как в условиях падения. Ну и, безусловно, онлайн-образование расширяет географию потенциальных студентов, абитуриентов, но требует громадное количество усилий и финансовых вложений для того, чтобы это работало. Основные проблемы, с которыми мы столкнулись, это, конечно же, пропускная способность каналов, причем не со стороны университета, а в тех местах, где наши абитуриенты оказались. Потому что в период пандемии часть студентов были вынуждены потянуть Томску, ехать домой, и далеко не везде, далеко не во всех местах проживания, там везде был интернет, но далеко не везде, он был достаточно быстрый. Взаимопомощь студентов, кстати, очень хорошо сработала, ребята сами друг другу помогали, обменивались устройствами для того, чтобы все-таки возможность была работать. Но часть студентов, они так и остались в ущербном положении в каком-то смысле, потому что, ну, если в поселке нет широкопластного интернета полноценного, то у них нет возможности онлайн участвовать в синхронных занятиях. Ну, для таких ребят была опция просмотра записи вебинаров, то есть это медленнее, это не так эффективно, но на каком-то приемлемом уровне качество образования удавалось поддерживать.